Есть три силы, которые разрушают человека. Одна сила называется безволие, вторая сила называется туман в голове или не знаю, что делать, и третья сила называется не могу терпеть. Запомнили, да? У вас, если судьба разрушается, значит, одно из этих трех сил. Или у меня нет силы уже как бы что-то сделать, или у меня нет терпения, или я не знаю, что делать. Вот эти три вещи побеждаются тремя типами аскез. Если у человека не хватает волевой силы, он не может преодолеть трудность. Допустим, бизнес не идет, или он не может заставить себя что-то сделать, или у него не хватает силы воли противостоять кому-то в жизни, то тогда помогает длительное непрерывное движение. Когда человек начинает длительно ходить или бегать, он формирует в своем сердце не просто волевой импульс, а также и преодоление на тонком плане препятствия. Вот, допустим, вы идете длительно, а вас на волевом факторе подавляет начальник. На определенном километре вы почувствуете этого начальника, и почувствуете, что вы его побеждаете. Понимаете, вы на тонком плане с помощью сдвижения вот это волевое влияние на себя преодолеете, и сможете потом таким образом победить судьбу. Запомнили? Вторая сила называется терпение или неподвижное положение тела. Точно так же, как деревья терпят все вокруг, так и человек, когда он не двигается, то постепенно он привыкает, у него появляется такая сила, что он может вытерпеть что хочешь рядом с собой. Вот, допустим, муж раздражает, не могу терпеть. Или звуки раздражают, или свет там еще что-то раздражает. Город раздражает. Неподвижное положение тела, и все, и не раздражает. Запомнили? Если вы чувствуете, можете понять, что вам делать, вы должны совершать пост на воде. Пост на воде очищает не только тело, но также и мозги. То есть человек начинает понимать, что делать в жизни. У него все просветляется, становится ясно. Длительное непрерывное движение сочетается со слушанием лекций. Когда человек двигается длительно, и он включился, то есть это происходит где-то через 30-40 минут ходьбы, или через 20 минут бега, голова становится очень ясной для восприятия знания. То есть человек слушает лекцию, бежит или идет непрерывно. И в это время надо просто настроиться на вот это доброе чувство ко всем, всем желать счастье, и не торопиться никуда. Часто люди себя изматывают. То есть он идет, думает, надо быстрее, надо быстрее, надо быстрее. Это неправильно. Нужно идти как? Легко и свободно. Бежать как? Легко и свободно. И никуда не торопиться. Понятно? Просто надо дольше. Не быстрее, а дольше. И вот когда ты включился правильно, то ты начинаешь слушать очень глубоко лекции, ты погружаешься в такое состояние, как будто ты во сне это бежишь или идешь, ты забываешь все вокруг, и в это время человек наполняется, наполняется. Это составляние похоже на то, как наполняются дети. Вот, допустим, маленький ребенок грудной, ты выносишь его на улицу, и что с ним происходит? Он такой оп. Да? И такой лежит, прижух такой. В это время он наполняется энергией природы. Так и взрослый человек, но ему нужно время, чтобы включиться. То есть если он бежит или идет длительно, он тоже так оп, начинает слушать лекцию, и в это время идет глубокий психический отдых, который незаменим, понимаете, жизнью. Человек без этого состояния жить нормально не может. Есть три, четыре всего основных варианта. То есть первый вариант – стоять просто. С этого надо начинать. Второй вариант – это сесть, ноги вытянуть и нагибаться вперед. Третий вариант – можно лечь на спину и нагибаться назад. Четвертый вариант – это стоя на коленях, нагнуться назад и просто лечь вот так на колени. Или в мостик. Все, больше не надо ничего делать. Одно упражнение надо менять на другое. Нейтрализовывать одно другим. Если вперед нагнулся, значит назад потом. И так далее. Во время неподвижного положения тела лучше всего включать молитву, молиться. Это сочетается одно с другим. Когда человек не двигается и молится, он в буквальном смысле слова продавливает судьбу. Продолжение следует... Продолжение следует...